Эй! Всем большой привет! Меня зовут Раиль, и вы попали в хижину музыканта. Проходите, будьте у себя как дома. Сегодня мы с вами будем пить чай и учиться играть на гитаре, грубо говоря. В такую холодную погоду, друзья, хочется посидеть дома, да, в хижине за чашечкой чая и поиграть что-нибудь душевное на гитаре, что-нибудь приятное, чтобы скоротать время. Но чтобы играть всё, что вам нравится, то, что вы хотите, нужно освоить гитару до такой степени, что она у вас уже легко. То есть легко вы на ней играете, легко с ней управляетесь. А для этого вам нужно пройти мой курс по обучению игре на гитаре, который называется «Быстрое обучение игре на гитаре с нуля». Я уже выпустил 4 огромных урока. Вот они. Можете кликнуть и пройти все 4. Это был базис наш. Это база, где мы осваивали гитару с нуля. А теперь мы с вами начнём точить наши навыки игры на гитаре. И именно в рамке курса «Быстрое обучение игре на гитаре» мы сегодня с вами пройдём очень также важную тему для гитариста. Переборы и виды переборов для правой руки. Переборы у нас здесь бывают, как помним, да? Вот пройдём все виды переборов, которые есть. То есть основные виды переборов. Также я вам покажу, как они могут изменяться и вообще, сколько этих видов переборов существует. Всё это я вам сейчас расскажу. Берите гитару, усаживайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами будем делать урок на гитаре от компании «Флайт» C120N. Эту гитару мне прислала компания «Динатон», музыкальный магазин, который вы можете посетить, пройдя по ссылке в описании под видео. Ну что ж, приступим. Поехали! Давайте, друзья, сначала рассмотрим основные виды переборов на гитаре. Эти переборы должны знать все, абсолютно все гитаристы. И если вы их ещё не знаете, то значит вы ещё не полноценный гитарист. Первый перебор мы уже изучили на втором или на четвёртом уроке по теме быстрое обучение игры на гитаре, если не ошибаюсь, точно не помню. Он звучит вот так. Этот перебор в народе называется как шестёрка. Почему? Потому что мы делаем шесть движений, шесть щипков производим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, играем. То есть дёргаем шестую, третью, вторую, первую, вторую, третью струну без остановки. Басовые струны всегда дёргаем большим пальцем, если помним. Остальные присущими для трёх нижних струн пальцами. То есть указательный палец дёргает третью струну, средний палец вторую струну и первую струну дёргает безымянный палец. Эти три пальца относятся к трём этим струнам. То есть их место на этих струнах. То есть основные струны этих пальцев вот они. Ну то есть иногда, конечно же, бывают и различные вариации дёргания, но не суть. Смотрим. Можно также менять бас. Вот это упражнение, этот перебор нужно уметь играть на всех скоростях. Поэтому я сейчас просто неудобно сижу, поэтому показать вам ближе к розетке не смогу. Его нужно играть с каждым разом быстрее, но чтобы он у вас чётко получался. Щипком дёргаем нижние струны под себя, внутрь кулачка дёргаем. Бас. Здесь, около розетки, конечно же, у меня быстрее получается. Окей, дальше смотрим второй вариант шестёрки. То так же имеется. И он звучит так. То есть последние две струны мы меняем местами. Дёргаем шестую, третью, вторую, первую, третью, вторую струну. Это второй вид перебора шестёрка. Потому что количество воспроизводимых струн также остаётся шесть. И так же вам нужно будет ускорить это дело со временем, когда у вас получится чисто играть и уверенно вот этот перебор. Их, кстати, нужно разными басами тоже играть, чтобы вы привыкали. Потому что в пьесах разные басы бывают. Не во всех аккордах нужно дёргать только шестую или только пятую струну. Так же и четвёртую приходится дёргать. И так далее. Дальше переходим к третьему виду перебора. Это перебор четвёрка. Как он звучит? Я вам показал сейчас этот перебор на основе четырёх аккордов из моей песни «В наших сердцах». Вон, видите, ссылочка появилась на эту песню. Также можете прослушать, если вас интересует моё творчество. Там этот бой, ай, бой, говорю, перебор применяется. Принцип четвёрки состоит в том, что мы четыре разных движения делаем. То есть четыре струны воспроизводим, по сути. Точнее говоря, даже четыре блока. Потому что у нас ещё есть воспроизведение сразу двух струн в этом переборе. То есть мы дёргаем, например, пятую, третью, первую, вторую струну и снова третью. Тоже очень часто встречающийся бой. Он встречается, например, в песне «Танцы минус половинка». Ну, также, видите, бас везде на разных аккордах меняется. Поэтому всегда соблюдайте это правило, которое заключается в том, что если я вам сказал, сейчас мы проходим вот такой перебор, то это не значит, что он в такой манере всегда и должен исполняться. То есть все переборы, которые мы сейчас пройдём, они могут видоизменяться. Что-то добавляться может, а что-то меняется. Обязательно бас меняется на всех разных аккордах. Поэтому ещё раз напоминаю, этот перебор четвёрка называется, потому что раз, два, три, четыре. Четыре движения мы делаем. Очень простой перебор. Также стоит вам его постепенно, со временем ускорять. Но не во вред качеству, конечно же, дорогие друзья. Сначала научитесь в медленном темпе. Следующий вид перебора – это производный вид от перебора четвёрка. Он называется четвёрка обратная. Знаете почему? Потому что мы не сначала дёргаем бас, третью, потом первую, вторую и третью. Сначала мы дёргаем бас вместе с двумя нижними струнами. То есть бас, две нижние струны дёргаем вместе. Потом третью, и потом снова первую, вторую, и снова третью. Итого, опять-таки, четыре движения. Раз, два, три, четыре. Наверняка вы слышали этот перебор, он тоже очень часто встречается. Да, его тоже нужно будет до автоматизма довести и играть в темпе. Сейчас попробую показать поближе к розетке. Вот эта четвёрка, да? Бас, третья, потом снова первая, вторая струна, и потом снова третья. А теперь уже четвёрка обратная. Вот, ещё раз повторяю, четвёрка, перебор. Где мы дёргаем бас, третью, первую, вторую, третью струну. А вот сейчас четвёрка обратная. Дёргаем бас, первую, вторую струну вместе. Третья струна, и снова первая, вторая. Снова третья. Также до автоматизма довести и играть в более быстром темпе, чтобы вы любые скоростные песни могли играть перебором. Следующий вид перебора также производная от четвёрочки. Перебора четвёрка, который называется обратная четвёрка с различными басами. То есть мы меняем в этом переборе басы. Смотрим. Меняем, то есть смотрим. Везде, где можно, меняем бас за вторым разом. То есть на третий удар. На третий щипок, точнее. Вот меняем бас. Следующий аккорд F. Ну, давай так возьмём, чтобы можно было поменять. Потому что, когда мы играем с четвёртой, нам уже и так больше баса нету ниже. Поэтому берём F при помощи барре, играем шестую, пятую. С, пятая, четвёртая. G берём, шестую, первую, вторую вместе дёргаем. Третья потом. Третья, я сказал. Потом шестую дёргаем. Вместе с первой и второй тоже вместе. Снова третью дёргаем. Вот она. Разные басы пробуем. Тоже постарайтесь. Непростой перебор, на самом деле. Окей, мы уже прошли целых пять переборов. Дальше уже начинается бой восьмёрка. Осьмёрка. У него тоже есть три вида, три разновидности. Как он звучит? Потому что, опять-таки, восемь щипков делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дёргаем бас. Третью, вторую, третью, первую, третью, вторую, третью. Надеюсь, понятно. Тоже тренируемся в быстрых темпах играть. Так, второй вид этого перебора восьмёрки заключается в том, что мы в конце меняем порядок струн. Смотрите, последние несколько щипков мы меняем в порядке. Дёргаем штуру. Третью, вторую, третью, первую, вторую, третью, вторую. Дальше аккорд С, например. Пятую, третью, вторую, третью, первую, вторую, третью, вторую. Дёргаем. Порядок поменяли. Также тренируйте в темпе её играть. И последний вид из основных переборов, это также перебор восьмёрка, но с различными басами, опять-таки. Также можно местами менять, то есть пробовать и первый вид перебора восьмёрке, и второй, когда мы нормально перебираем и в обратном порядке перебираем. Также басы можете вставлять в различных местах. Если, ребята, вы будете слишком широко держать ваши пальцы друг от друга, вы перебор сможете играть в быстром темпе. Для этого вам нужно все пальцы во время перебора друг около друга держать, и чтобы они терлись прямо друг от друга. Залезая друг на друга, можно сказать, опережая друг друга, только так можно развить скорость. Например, возьмём вот этот перебор, последний. Если широко будете растопыривать, ещё высоко поднимать, вы не сможете играть быстро. Вообще неудобно. Возьмите просто узко, друг об друга, мелко терясь. Следующий перебор, например, шестёрка, которая встречается в песне Аллилуйя. Ну, я сейчас не в те аккорды играю, но просто говорю. Во всяких балладах этот перебор встречается. Он также встретился в недавнем разборе песни группы «Пицца» «Карусель». Можете посмотреть. Там вот только с остановками происходил, да. Такой вид перебора тоже есть. Мы останавливаемся на первой струне. Та-та-та-та-та-та-та. Попробуем на открытых струнах. Дерываем шестую, третью, вторую, первую, вторую, третью. Делаем остановку на первую. На аккорде «Джи» вот пробую. То есть, основная мысль, что я хочу сказать, бывают переборы вообще разные. Бывает, где по два раза бас повторяется. И так далее. То есть, на внутренних струнах можно играть. Можно комбинировать все переборы, которые я вам сегодня показал. Но то, что мы сегодня прошли, это основа. Вы их должны знать и играть в различных темпах. Для этого, конечно, я для развития правой руки сниму еще один следующий урок, где я посвящу специально тему для правой руки, где мы с вами пройдем различные виды переборов, но специально предназначенные для развития беглости правой руки. Они в виде упражнений идут. Вот, друзья, надеюсь, я вам помог освоить основные виды переборов на гитаре. Еще есть различные, конечно, комбинации в виде комбинации струн. То есть, когда мы дергаем бас и три нижние струны вместе. Или Когда чередуем бас и три нижние струны. Такие виды тоже есть. Например, давайте можно любой перебор придумать. Я, например, придумаю перебор под названием двойка. Слышали о такой? Нет. А я вот придумал его. Раиль придумал. Смотрите. Просто, да? Дергаю бас и три нижние. Потому что два движения всего. Вот на открытых, например, шестая, три нижние. Различные можно переборы придумать, на самом деле. Можно некоторые струны быстрее перебирать. Надеюсь, в общем, друзья, я вам помог сегодня освоить очень также важную тему для гитаристов. Тренируйтесь, ускоряйте все эти переборы, чтобы они игрались у вас в различных темпах. Сегодняшний разбор прошел на гитаре от компании Flight C120N модель. Надеюсь, она вам тоже понравилась. Если да, в виде ученической гитаре вы ее можете приобрести на сайте компании Dinaton. Ссылки будут в описании под видео. Еще раз напомню. А я вас благодарю за просмотр. Надеюсь, вы меня поддержите лайками, репостами и комментами. Приглашаю еще раз подписаться на мой блог, чтобы получать уроки гитары бесплатно абсолютно. Их будет очень-очень много. С каждым разом я стараюсь поделиться с вами новой новостью для вас, всеми своими секретами и фишками. Надеюсь, это полезно для вас, и вы цените мой труд. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!